К другим темам. Проблемы в аграрном секторе депутаты решат на следующей неделе. Законопроекты, которые разработали в спецкомиссии, перейдут к парламенту. Это сегодня заявил спикер Адриан Канду после последнего заседания комиссии. В целом он остался доволен результатами ее работы, а вот у аграриев оптимизма не прибавилось. Дело в том, что и главные требования остались невыполненными, а в парламенте зарегистрировано всего 4 из 7 законодательных инициатив. Подробности в нашем следующем репортаже. В общей сложности за месяц с лишним члены специальной комиссии по проблемам агросектора встречались 6 раз. Первый этап ее работы завершен. Спикер парламента Адриан Канду результатами доволен. Комиссия не завершила свою работу. Есть еще второй этап осенью. Это предусматривает решение парламента. Мы вернемся к вопросу НДС, различным формам, субвенционирования и другим текущим вопросам, которые будут на том этапе. А пока из семи законопроектов на столы депутатов лягут лишь четыре. Первый – о введении нулевого налога на прибыль. Второй касается изменения закона о внутренней торговле. Третий – обяжет правительство включить в административные советы, управляющие проектами международной помощи аграриям, представителей фермерских организаций. Что касается четвертого законопроекта о нефтепродуктах, то здесь фермеры не согласны с участием НРЭ в методологии подсчета коммерческой надбавки. В условиях, когда они три года противились этим изменениям, в условиях, когда они финансируются за счет средств тех игроков на энергетическом рынке, которым они выдают лицензию, как я могу поверить, что они поставят эту маржу объективно, и в результате этого мы будем иметь открытость и транспарентность на рынке нефтепродуктов. Не решила комиссия вопрос и с льготным кредитованием. Соответствующий законопроект комиссия продолжит обсуждать, как и требования производителей мяса, снизить НДС на продукцию до 8%. Впрочем, здесь пока нашли компромисс. Здесь был найден компромиссный вариант, при котором НДС останется 20%, но до конца года будет введена защитная специальная пошлина при импорте мяса с Украины, которая защитит отечественного производителя. По крайней мере, такое решение видится сейчас наиболее разумным. Осталось только согласовать механизмы в соответствии с нормами ВТО и с двухсторонним соглашением между Молдовой и Украиной. А вот переговоры об увеличении фонда субсидирования в главном требовании фермеров можно будет вести лишь с новым правительством. Для этого оно должно будет внести поправки в бюджет. А пока судьба агросектора зависит от депутатов. Все четыре законопроекта, заверил спикер, рассмотрят в пленуме на следующей неделе. И, возможно, три из них даже примут в окончательном чтении. Продолжение следует...